Всем-всем-всем-всем-всем, доброе утро и добрый денёчек. В общем, на наших часах 11 часов я начала подсибироваться на работку. Думаю, надо включиться. Даже вот волосы сегодня ещё не выпрямило, некогда мне выпрямлять. Так, чем я хочу с вами поделиться? Видео, которое я выложила вчера уже поздненько, где-то ближе к 11 часам вечера. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там соревнования моего сына по лыжным гонкам. Заняли мы вчера первое место. Я, конечно, очень переживала. У меня сердце... Ой, вы вообще не представляете. Со мной творилось и нечто, 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 нечто. Ну, в принципе, так и должно быть с каждой мамой. Каждая мама за своего ребёнка будет переживать. Вот такие мы мамки. Так, в общем, место заняли, довольные счастливые, уехали домой. Приехали, видео смонтировала и вам выложила. Всем огромное спасибо, кто написал слова поддержки. Сыну всё показало. Конечно, эти слова его ещё вдвойне подбадривают, что как бы ему желают новых достижений и побед. Конечно, мы в дальнейшем будем стараться двигаться именно в этом направлении, в лыжном спорте. Посмотрим, как говорится, куда кривая нас выведет. Так, про это сказала. Медальку повешали. Так, пойдёмте-ка я вам покажу его на медалечки. Так, пойдёмте я вам покажу медалечки всё-таки. Так, которые я обещала. Так, вот они у нас. Так, здесь не обращаем внимания. Так, сейчас я тут скотч уберу, чтобы вам было поведнее. Так, вот они, наши медалечки. Их вполне как бы, их тут очень много. Вот вчерашняя медалечка. Вполне как бы, очень много. Тут вот ещё тут. В общем, это вот вторые места. Это первые места, это третьи места. То есть вот его на вся коллекциях. Здесь он ещё был маленький. В общем, девочки, сегодня наводила дома порядок. Так, давайте начнём вот с чего. У меня подписчица просила цветы. Сейчас я кратенько покажу всё, что у меня осталось. А девочки сразу же говорю, ну, это самые простецкие цветы, которые могут быть у всех. Ну, в общем, посылочку я обязательно съезжу, узнаю. Вот поеду платить, узнаю. Так, по-моему, она... Так, 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 так. Так, так, так. Так вот, они самые простецкие. По-моему, спрашивали вот про фикус Бенджамина. Это тот же самый, который я, девоньки, припёрла с работы, укореняла. Вот он, кстати, у меня вот там стоит. Он ещё на укоренении. То есть это фикус Бенджамина. Сразу же говорю. Парнишка прихотливый. Могла бы я, если его сразу же, говорю, на продажу, и так просто я его делать не буду. Почему? Без обид. Парень прихотливый. Сразу же говорю. Чтобы укоренить вот это растение, каждый вечер я... Как я делаю? Каждый вечер я меняю водичку в баночке. То есть вот у меня стоит отводочка. Неважно, большая, маленькая, средняя. Каждый вечер я меняю водичку. Делаю обязательно кипячёную, тёплую. Каждый вечер именно фикусу Бенджамина водичку для укоренения нужно менять каждый день. С ним я связываться не буду. Кто у меня просили красный? Это Страманта. Я думала, она уже у всех есть. Если надо, я отводочку одну, то есть узнаю, сколько будет пересыл. Но я думаю, девочки, шкурка выделки не стоит. И вот ещё красный. Но я не знаю, ещё про какой спрашивали. Ну, вроде бы, как бы всё. Вот это всё, что у меня осталось. Остальное я сегодня... Половина у меня уже всё. Видите, вот даже простой фикус. Он уже весь облез, облетел. Летом буду делать ремонт. Буду делать немножко всё по-другому. Кому обещала по одной бегоньке, я, конечно, вышлю, всё узнаю. Девочки, ближе к лету. Там мы с вами спишемся. Я посмотрю, кто мне писал. Первые двое, вот, по-моему. По-моему. Ирина, не помню. В общем, девоньки, всё посмотрю. Не переживайте, всё узнаю. Так что наводила сегодня дома чистоту порядок. В комнате у себя. Тоже наводила чистоту порядок. Эти цветы у меня вот сюда переехали. Муж уже, конечно, ругается. Тут вот у меня так дверь припёрта. Так. У меня есть, девочки, вот такая новиночка. Сегодня все окошечки помыла. Есть вот такая вот новиночка. Вот как вам показать? Немножечко. Вот он у меня заболел. Видимо, как-то я упустила. Паутинный клещ. Ну, в общем, сегодня всё я обработала. Через три дня снова обработаю. То есть, с этой стороны у меня бархат. Листики бархатные. Очень красивый. Ну, вот, если что-то, если что-то, сильно не обещаю, но вот кому я всё-таки отписалась, а что я к лету сделаю посылочку, я, может быть, что-то изменю, поменяю, в общем, по два цветочка с меня побегоньки, ещё что-нибудь. Вот, этот сюда поставила, долларовое дерево. Правильно он назвался. Замия кулькас. Ну, и тут тряпьё, девочки, моё. Так. Ставлю вас. И снова начинаю с вами беседу. Здесь всё помыло, девочки. Чистота, порядочек у меня. Бегоньки уже взялись. А тоже вам обзорчик на них сделаю. Так, видео кратенько я всё это засняла. Так. Сразу же мне отпишитесь. Вот если вы думали про Фикус Бенджамина, я с ним даже связываться не буду. Страманта. Я, конечно, узнаю на почте, кому что, ну, кто вот мне там писал первые две девочки. Девочки, не помню. Ирина, Таня, Света. В общем, я, конечно, всё посмотрю. Я помню, какое видео вылаживала. Кто первых, мне два, по-моему, человека мне комментировали. Всё напишу, прямо выпишу себе на листочек, чтобы не забыть. Узнаю, сколько пересыл. В общем, девочки, ближе к лету спишемся. Буду ещё черенковать. Бегоньки будут, не переживайте. То есть, кому я двум человекам пообещала, я, конечно, сделаю. Девочки, сгоношимся. Я вам отправлю. По какой-нибудь, хоть по одной бегонечке. В общем, посмотрим, девочки. Давайте до лета доживём. Так. Что я хотела вам рассказать. У нас на днях... Так, бремится есть. Пока рассказываю. У нас на днях учительница... Вот Снежана у меня в пятом классе. Учительница. Значит, сообщение. Быстро-быстро-быстро скидывать. Уважаемые родители. Срочная информация. Значит, от директора школы поступила следующая информация. Детки пятого класса приглашаются под Первоуральск в оздоровительный санаторий, который называется «Дюжонок». Автобус им предоставится бесплатно. Оплатно оплатит школа девоньки. Цена такой поездки за 21 день, я так округлю, тысяча сто. Это смешная цена. Детки там не просто будут отдыхать, им ещё будут делать, но я вам так скажу, округлю. В общем, какие-то там, значит, оздоровительные процедуры. Это вот, на 21 день цена смешнющая. Я, конечно, согласилась. Она говорит, быстренько отписываемся, кто поедет. Вот, значит, раз учитель... А у них же ещё уроки идут. Ой, как бы школа. В общем, учителя будут там вести онлайн уроки. То есть до обеда там детки будут заниматься. А всё свободное время, то есть там будут у них, значит, процедуры. Ну и, в общем, будут оздоравливаться. Просто я считаю, такая поездка нужна, такая поездка важна. Конечно, я согласилась. Вообще, без всяких я даже думать не стала. Мне сразу же дочь пишет. Мама у нас там, я говорю, Снежаночка, я на работе, я всё знаю. Нам уже классный руководитель всё написала. Вечером мы с тобой всё обговорим. Всё. Вечером-то приехала домой. У неё прямо восторг такой. Она хочет всё. Я говорю, всё, поедем. В общем, девочки, согласилась. Вот вещи, которые я показывала. Там пару футболок, пижамку. Потому что, как бы, это, думаю, всё равно что-то хоть свеженькое взять. Сланцы всё это у нас есть. Как бы, думаю, возьмём хоть пару футболочек новых. У нас, как бы, есть вещи. Но всё равно новенького охота. Ну, и пижамку новую взяла. Всё равно свеженькую сланцы. И всё такое у нас, как бы, есть. В этом у нас, как бы, проблем нету. Ну, так что, сейчас ждём справочку. Нам на участке должны подготовить. Ну, и пакет документов, которые я сделаю дома. Дома есть принтер. Это свидетельство о рождении. Снилс. Ну, в общем, девочки, как обычно, в лагерь собираем где-то. В общем, всё. И выезд у нас, по крайней мере, на сегодняшний день, такая информация. 29 марта. То есть, я считаю, это вот... Пусть детки съездят. Тем более, если они сами хотят, пусть поедут. Не знаю, всем ли предлагали, или конкретно только нашему классу. Но вот у меня информация на сегодняшний день, что именно наш класс, 5А, едет. Я, девочки, конечно, только за. Только за. Конечно, буду скучать, но ничего страшного. Но мы посмотрели от нас недалеко. В принципе, захотим, сели, поехали. Машина под жопой. Старенькая, уже ржавенькая нона на ходу. Сели и поехали. Худо-бедно, всё равно своя маломальская машинёшечка. Так что вот. Утром встала, мужа увезла на работку. Приехала домой. Минут 10 повалялась. Думаю, ну, что ты лежишь, Юлия Викторовна? Попу подняла и пошла зубы чистить. Встала, умылась, тудым-сюдым. Ой, что-то посмотрела в комнату и думаю, я вот так-то, девочки, стараюсь вообще дома мыть каждые выходные. Пол подтиру пыль там. Ну, вот так, в общем. Влажная уборка. Бывает, вот, раз в две недели, как доберусь, все стены, всё перемою. Где пластик мою, где обои там влажно. Тряпочка тихонечко. В общем, сегодня думаю, помойка я у нас в комнате. Девочки, где одна, там вторая. И уже и кухня, и до туалета дошла. Начала я с подоконника. Думаю, потому что поливаю цветы, удобрения такое у меня чёрное. В общем, уже все эти поддончики грязные. Думаю, надо помыть. Помыла поддончики. Кое-где подклеила пластилином, потому что там совсем не нужно, чтобы вода, то есть, влаголюбивые. В общем, всё-всё навела, короче, марафет, всё протёрла. Помыла под койкой, пропылесосила, потёрла пыль, протёрла цветы. Единственное, что у меня осталось, это по бокам опрыскать цветы. У меня завтра выходной. Мы завтра их вынесем в туалет. Там я постелю большую пелёнку. Будем брызгать, потому что будут капать. А так, девочки, всё, в комнате прибралась. В той комнате тоже подоконник всё протёрла. Ну, конечно, ни шторы, ничего не меняла. Ещё как бы рано. Ну, хотя бы вот внешне, чтобы в доме чисто. Уже глаз радует. Помыла в прихожке, помыла на кухне. Ну, на кухне я протёрла немножко и пол. И до туалета дошла. В туалете только попылесосила. Потому что стены я там мыла недели две назад. Думаю, ну что, осталось мне только там биде, унитаз и мойку почистить. Ну, это я всё завтра, девочки, сделаю по мелочам. Потом разбудила сына. Сын собрался, попил чайку, ушёл в школу. Потом дочку разбудила и ко второму уроку. Ну, этим временем, пока они тут просыпались. В общем, мыло, мыло, мыло. Дочка тоже собралась, ушла в школу. Вот я всё доделала. Села чуть-чуть покушала, позвонила маме, поболтали. Зашла я в одноклассники. Ну и, значит, у нас в светофоре, который рядом с нами находится, новиночка. Девочки, я сейчас поеду, куплю. Вроде бы ничего такого сверхъестественного. Но я хочу, знаете, пусть в хозяйстве всё пригодится. Потому что у нас как? Вот как раньше фикс прайса? Какие-то корзинки, что-то где-то как-то привезут. Потом смотришь, месяц, два, три уже таких корзиночек нету. А надо? Там привезли, значит, такие, как чаши пластмассовые. По-моему... Ой, девочки, какой цвет. В общем, в двух цветах по три чаши. То есть, большая, средняя и маленькая. По бокам две такие ручечки. В двух цветах. Цена 199. Я так посмотрела, посмотрела, думаю. Ну, они как тазички небольшие. Думаю, я бы взяла. В принципе, я бы взяла. В общем, вот брать не буду. Ну, вот что-то похоже вот на такое. Вот это я тоже брала. Ну, это я в фикс прайсе брала. Вот такие тазики. Вот там тоже. Вот такое, только по бокам ручки. И в три штуки. Думаю, возьму. Ну, девочки, где-то тесто какое-то. Вот надо яйца взболтать. Пусть будет. Жизнь такая штука, что... В общем, пусть будет. Вот у нас раньше в светофор привозили вот такие вот. Сверху белая еще такая крышечка. Ой, девочки, не знаю. В общем, а сейчас их у нас нету. А мы вот летом сидим в беседке. Например, шашлык остался или салат. Ну, вот сидим за столом. Крышкой закрыли. Он сидит. Никакие мухи, ничего. В общем, ничего не спортится. Пока тут мы в огороде или что-то подожжимся. В общем, сейчас поеду, куплю. Обзорчик быстренько сделаю. Все. Обязательно. Кто не смотрел видео вчерашнее по лыжным гонкам, зайдите, посмотрите, поддержите. Ну, напишите вы что-нибудь. Сын, конечно, у меня тоже сидит на ютубе. Все читает, смотрит, улыбается. В общем, ему все приятно. Я, конечно, у меня вчера был восторг. Это еще раз доказывает. Сын двигается в правильном направлении. Конечно, тренеру мы очень благодарны. Очень благодарны. В общем, тренер у нас, конечно, золотца. Молодец. Не знаю, как еще сказать. В общем, молодец. Детей направляют в нужное русло. И сам катается, и сам участвует. В общем, молодец. Так. У нас с вами количество подписчиков просто прибыло. Я немножечко в ТикТоке там, значит, сказала. Ну, конечно, будет тысяча подписчиков. Я и там, и тут буду снимать. Но нас, девчонки, мальчишки, очень-очень-очень, еще раз очень прибыло. За что я вам очень благодарна. За что я вам говорю большое спасибо, кто верит. Даже кто-то пишет, что желает, чтобы у меня был, процветал мой канал. Я все читаю, я все вижу, все замечаю. Всем огромное спасибо за поддержку, за подписчиков. Но осталось нам совсем немножко, как говорится, день, простоять и ночь, продержаться. Я верю. Вы верите. Мы надеемся. Вас я хотела попросить. Возможно, кто-то захочет подписаться. Советуйте. Подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Ну, все, девоньки, мальчики, кофеек допиваю. И помчались мы с вами в светофор. Обзорчик сделаю, какие кастрюльки купила. И помчусь на работу. Всех люблю. Так, ну что, где наши мисочки? Наши мисочки. Сейчас посмотрим. Сейчас мы их найдем. Пока не вижу. Едра принесли. Я их уже вижу. Я их уже вижу. Я их уже вижу. Я их уже вижу. Так. 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 Вот они, новиночки. Я хочу взять голубенький. Мне нравится голубой. Классные. Классные. Так. Проезжайте. Так. Проезжайте. Проезжайте. Так. Вот этот я возьму. Девочки возьму. Классные. И вот контейнера 207. Мне писали, что контейнера клевые. Классные. Но пока я их брать не буду. Так. Ну что, все взяли. Пойдемте. Так. У нас в светофоре появилась новинка. Сгущенное молоко. Так. Клубника. Дальше. Дальше. Я вам показать. Сгущенка с сахаром просто. Это тоже клубника. Так. И вот шоколадная. Цена. 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 78 рублей. С синими крышечками. Желтыми. С коричневыми. И с красными. Возьмем попробовать. Так. Ну что. Обзорчик вам небольшой сделала. У нас новиночки появились. Так. В общем я купила в любом случае. Новиночка. Значит нужно попробовать. Чтобы знать врага в лицо. Вкусно. Значит будем брать. Вкусно брать не будем. Так. Купила я эти чаши. В общем не получается. С одной стороны ручка. С другой как носик. В общем. Я почему то думала что с обоих сторон будет ручка. Но здесь оказался носик. Но все равно. Я взяла. Чаши хорошие. 200 рублей за 3 штуки. Ну 199. Взяла. Так. Взяла я попробовать сгущенное молоко. Приеду сегодня с работы. Обязательно. Попробую. Так. Взяла я. Сгущенка с сахаром. Клубничку. Вот такую. У нас такой не было. И взяла шоколад попробовать. Попробуем. Посмотрим. Попробуем. Короче. Посмотрим. Вкусно. Невкусно. Так. Все про все. Я отдала. 337 рублей 30 копеек. Сгущенка с сахаром. Клубника. Может я там и неправильно цену посмотрела. Наверное неправильно. За одну штуку 67,80. Так. Дальше. Пакет. И набор чаш. Из трех штук. С мерной шкалой и сливом. За 199. Итого 337,30. Все девочки. Купила. Обновилась опять. Все. Сейчас помчимся на работу. Что у нас время уже без 20. В общем все. Помчались на работу. Всем пока. Всех люблю. Очень классно Measure劉. Продолжение следует...